Вы когда-нибудь видели силиконовое мыло? Вот и я ранее, никогда до этого момента, пока 5 дней назад, я не решил собрать все свои обмылки от разных производителей магазинов. Думаю, ну что они лежат, валяются, да, без дела. Смотрю-ка я из них мыло. Немного их покрошив, эти обмылки, и добавив чуть-чуть щелока, я начал варить мыло. Смотрю, образовался хороший, тянущий, да, такой клей, мыльный клей, клеевое мыло, да, называется еще. Внешне оно чем-то похоже, знаете, вот на канцелярский клей. Такой прозрачный и такой тянется. Указало на то, что мыло готово, пора, как говорится, его переливать. Ну, я делал клеевое мыло. Ну и в общем, залив формочки, я сразу же заметил, что здесь что-то не то. Ну и вот, что же произошло? Сразу же оно начало застывать, это мыло, и сразу же оно показалось мне каким-то странным. Очень странным. С первого момента. С первого момента и по сейчас, это мыло, как резина. Смотрите. Вот, смотрите. Такого не должно быть с мылом. Смотрите. Видите? Такое чувство, как будто какой-то туда добавили загуститель. И оно чем-то напоминает силикон. Не знаю, какой производитель мыла добавил туда такой загуститель, но это неспроста. Так что вот. Так что вот теперь я узнал, что оказывается, бывает и силиконовое мыло. Будет полезно, например, как игрушка. Сейчас посмотрю, как мылится. Так, возьму вот мыло силиконовое. Посмотрим. О, да вроде бы мылится. Смотрите. Силиконовое мыло, оказывается, мылится. Ничего себе. Смотрите. Это хорошо. Я уж думал, он не будет мылиться. Ну-ка, вот это. О, мылится. Здорово. Так что силиконовое мыло, оказывается, мылится, и можно им мыть руки. Так что все замечательно. Спасибо за внимание. Желаю всего хорошего. Посмотрите другие видео с моего канала. Например, я снимал видео, как сделать щелок, как сделать бабушкин шампунь или глицериновое мыло из золы своими руками. Поехали. Спасибо за внимание. Продолжение следует...